100 тренировочных задач аппетериента, задание номер 112. Решите уравнение в натуральных числах. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить это уравнение самостоятельно. В левой части у нас сумма n штук слагаемых факториалов натуральных чисел. В правой части квадрат натурального числа m. Попробуем понять, какое число находится в левой части. И как оно зависит от n. Для этого начнем с единицы. То есть первый случай. Если n равно единице. Тогда в левой части у нас будет одно слагаемое. То есть единица факториал. И должно быть это равно m в квадрате. Единица факториал это единица. Откуда учитывая, что m принадлежит множеству натуральных чисел, m будет равно единице. Одну пару решений мы нашли. Второй случай. Если n равно 2. То тогда в левой части у нас будет сумма уже двух слагаемых. Это будет единица факториал плюс 2 факториал. И равно это должно быть m в квадрате. 2 факториал это 1 умножить на 2. То есть 2. 1 плюс 2 равно 3. 3 равно m в квадрате. В натуральных числах уравнение корней не имеет. Пишем знак пустого множества. Если n равно 3. То тогда в левой части мы получаем единица факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал. Равно m в квадрате. Единица плюс 2 факториал. Мы уже находили равно 3. А 3 факториал это 1 умножить на 2 умножить на 3. То есть 6. Получаем 9 равно m в квадрате. В натуральных числах мы получаем одно решение. m равно 3. Следующий случай. Если n равно 4. То тогда в левой части будет сумма 4 слагаемых. 1 факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс 4 факториал равно m в квадрате. Сумму первых трех слагаемых мы уже находили. Вот она. Это 9. А 4 факториал это 3 факториал умножить на 4. То есть 1 умножить на 2 умножить на 3 мы уже находили. Это 3 факториал. Да еще умножить на 4. Это как раз и будет 4 факториал. То есть получается 6 на 4. 24. В результате получаем 33 равно m в квадрате. В натуральных числах уравнение корней не имеет. Пишем знак пустого множества. Следующий случай. Если n равно 5. То тогда в левой части у нас будет уже сумма 5 слагаемых. В правой части m в квадрате. Сумму первых четырех мы уже находили. Она равна 33. А 5 факториал. Это 4 факториал умножить на 5. То есть получается 24 мы умножаем на 5. Получаем 120. То есть в левой части у нас получается число 153. И это равно m в квадрате. И самое главное, на что нужно обратить внимание. Это то, что число заканчивается цифрой 3. Но у нас не существует натурального числа, квадрат которого заканчивается цифрой 3. А это значит уравнение в натуральных числах решение не имеет. Пишем знак пустого множества. И теперь окончательно можно записать общий случай. То есть если n больше или равно 5. То тогда мы получаем первые 4 слагаемых, которые нам дают 33. Все, что остается 5 факториал плюс и так далее плюс n факториал будет заканчиваться нулем. То есть в результате левая часть будет заканчиваться всегда цифрой 3. А это значит, что в натуральных числах уравнение не имеет корней. Пишем знак пустого множества. То есть решением данного уравнения в натуральных числах будут две пары чисел. Пишем ответ. Задача решена. Кому решение понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Продолжение следует...